Приветствую вас, дорогие друзья, я есть Крайон из магнитной службы. Добро пожаловать во времена единения, божественной правды, свободы и других прекрасных атрибутов. Ты свободен, свободен от всего, что связывает тебя в дуальности, если ты это выберешь. Твое чистое намерение действует, как сезам, откройся. Ты, мастер. Никто другой не может за тебя решить, за тебя сказать, что ты должен делать, перекрыть путь твоим опытом, открывающимся перед тобой. Ты, хозяин своих творений. Каждую секунду ты решаешь, какой должна быть твоя жизнь. Сейчас, в этот момент, ты решил читать эти строчки. Добро пожаловать домой, дорогой человек. В этой энергии встречи с нами ты решил сделать большой шаг к единению. Здесь и сейчас ощущается новая энергия. Изменяющая мир и все, что его составляет. Это золотая волна. Лодочка к новым берегам, приглашающая тебя на небольшую прогулку. Войди в нее. Здесь имеется удобное местечко. Видишь, и другие высшие духи, переодетые людьми, заняли места. Мы вместе хотим предпринять небольшое путешествие в империю чувств. Ты удобно расположился. Прекрасно. Тогда начнем. Можешь не пристегиваться. Я держу тебя крепко. Ты – хозяин созданных тобой ситуаций в этой и прошлых жизнях. Эта жизнь особенно тем, что может уйти все старое. И это может произойти. Иначе ты не сможешь полноценно воспользоваться подарком новой энергии. Быть свободным, пробужденным человеком в новой энергии, означает плыть по божественным волнам единства, маневрируя жизнью в дуальности. Ты уже знаешь, что одной ногой ты шагаешь по земле и занимаешься земными делами. Это то, чем ты занимаешься, как человек. Каким бы ты ни был, идеальным или взбалмышенным, идешь ты по жизни. Другой ногой стоишь ты в межпространственности и проводишь свою жизнь на высших уровнях твоего существования. Как опытный иллюзионист, ты жонглируешь, подпрыгивая порой то на одной ноге, то на другой сквозь всю твою жизнь. Но можно и обе ноги направить в одну сторону и соединить их. Когда ты обеими ногами сознательно идешь по жизни, это дарит тебе совершенно новые опыты. Искусство в том, чтобы каждый момент решать по-новому, что делать и осознанно выбирать каждый шаг, причем не из старых шаблонов. И каждый шаг откроет в тебе новое измерение. Тебе откроются новые, непознанные ранее сферы. Ты объединяешь и сплетаешь в себе с межпространственностью многие свои части, соединяя этим многих людей. И этот процесс происходит сейчас на Земле. Живи из чувства. Это искусство. Познавать новые сферы жизни. А что это, собственно, такое чувство? Ощущение, появляющееся у тебя в некоторых ситуациях. Или чувство, появляющееся у тебя порой в области желудка или сердца. Это эмоции, возникающие тогда, когда тобой нечто движет. Когда твои клетки чувствуют, что их просят вспомнить и отреагировать на что-то. Почти все твои опыты не являются нейтральными. Они соответствуют старым шаблонам и методам воспитания. И часто повторяются по многим причинам. По незнанию или во взаимосвязи с коллективными ситуациями. Это как сидя на лошадке в карусели. Ты постоянно делаешь новые круги. Когда ты делаешь новые шаги в твоей жизни, ты словно меняешь лошадок в карусели. Иногда ты спрыгиваешь, чтобы посмотреть на мир в ней и ее. А иногда ты делаешь небольшие паузы, когда карусель останавливается. Но потом ты начинаешь снова и снова. И делаешь круги вновь и вновь. Когда тебе хочется приключений, ты спрыгиваешь и идешь на американские горки. Чтобы испытать там свое мужество. А как у меня это получится? На что я могу решиться? Щекочет ли мне это нервы? Или во мне растет страх? И я жалею, что на такое решился. Жизнь на земле, которую ты выбрал, это не американские горки. Но и не монотонная езда на лошадке в карусели. Нынешнюю жизнь ты выбираешь не из старых путей. Это и есть новая жизнь в новой энергии. Ты выбираешь быть в ситуациях здесь и сейчас и творить твою жизнь здесь и сейчас. Это и значит жить из чувств. Ты не должен позволять эмоциям руководить тобой и вызывать некоторые реакции, даже когда твои опыты повторяются. А это происходит часто. Давай рассмотрим одну такую ситуацию. Вспомни о чем-то, вызывающем в тебе страх. Это может быть страх перед поездкой в автомобиле, потому что может произойти авария. Или напряженность и ссоры на работе, которые могут послужить причиной для увольнения. Или робость перед людьми, потому что ты не хочешь кого-то обидеть и так далее. А теперь прислушайся к своему телу. Где ты чувствуешь активированными твои переживания? Это необычно и неприятно, не так ли? Из такой ситуации ты не можешь принять нейтральных решений. И я знаю, что ты понимаешь это. Читал об этом, но осознаешь ли ты это? Живешь ли ты все еще в своих эмоциях? Многие из вас, пробужденных, много читали о новой энергии и хорошо информированы. Но пользуетесь ли вы этим? Я не был бы твоим хорошим другом, если бы не тормошил тебя, любя направляя на новый путь. Я возьму тебя крепко за руку и покажу тебе, где ты застрял, выбирая еще старые пути, сопровождаемые страхами и неприятными чувствами. И подумай о том, как много еще коллективных страхов, ищущих в тебе отколик. Отложи в сторону все твои старые представления о том, какой должна быть твоя жизнь. Ты — пионер среди людей, вышедший вперед для познания нового, чтобы показать это другим. Ты показываешь им, что мир может быть иным. Только так проявится новая Земля. Это не сделают внеземные цивилизации. Каждый отвечает перед собой сам за идеи и шаги в своей жизни. В глубине души ты межпространственен. Внешняя оболочка соответствует игровому плану Земли. Но твой внутренний свет, твоя межпространственность, расширяется из глубины и пронизывает каждую ниточку твоего существа, чтобы сказать тебе, живи из своих внутренних чувств. Позволь мне, твоей сердечной энергии из Божественного Центра, шагать вместе с тобой здесь, на Земле. Я хочу предложить тебе одно простое упражнение на каждый день, которое поможет тебе принимать каждое решение от сердца. Ты можешь делать его по утрам, широко открывая свое сердце. Делай его, глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, и представляя, как широко открывается твое сердце. Все шире и шире. Я могу помочь тебе, если хочешь. Я кладу сейчас мою руку на твое сердце. Почувствуй, как моя межпространственная рука лежит на твоем земном и твоем высшем сердце, на твоем Божественном Центре. Чувствуешь, как она расширяется и становится все более открытым. Возможно, ты чувствуешь давление или подавленность. Ты просто дыши и все наладится. Это старые опыты, которые должны уйти. Точка. Побудь в этом ощущении открытого сердца. Не правда ли, это прекрасное чувство? Быть тесно соединенным со своей собственной Божественностью. И сейчас ты можешь осветить следующие шаги своей жизни или некоторые проблемы. Ты видишь все из своих чувств и вся охватывающей любви, имея полноценное Божественное видение. Эта связь гарантирует тебе, что следующие шаги в твоей жизни будут решаться в сейчас, из нейтральности и без учета накопленных опытов. Требуется лишь немного внимания и терпения, чтобы жить с этого уровня. И, конечно, не всегда легко держать сердце открытым. На бумаге наша встреча коротка. Это короткий ченнелинг, возможно, подумаешь ты. Но это не так, как тебе кажется. Мы останемся в соединении. Если ты захочешь, мы будем и дальше вместе. Наша связь налажена. Это межпространственный концепт. Я позволю себе дать небольшое домашнее задание до следующей официальной встречи. Потренируйся держать свое сердце открытым. Делай это небольшое упражнение, когда ты почувствуешь, что рутина и монотонность влияют на твои ежедневные решения. Освободись от путь земной дуальности и познай открытые, свободные пути твоего высшего сердца и чувства Божественной любви. Находясь в этой связи, позволь себе узнать, каково это, снова и снова определять свой собственный ориентир, поворачивая на Божественный путь. Счастливых экспериментов! Я рядом с тобой и держу тебя за руку. Всегда с вами, любящий вас, Крайон.